Друзья, с вами Серый Мотор. Я очень благодарен вам, что вы зашли сюда и хотите послушать это аудио. Я читаю здесь просто рассказы вслух, поэтому большое спасибо вам, что вы поддерживаете мой канал и слушаете мои рассказы. Огромная просьба, если вам рассказ понравился, подписаться и поставить лайк. Мне будет очень приятно, а вам это сделать совсем не сложно. Ну что ж, приступим. Михаил Афанасьевич Булгаков. Записки юного врача. Рассказ пятый. Тьма египетская. Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего. Тьма. Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик и сдыхает от метели. Пройдет в полночь слоем скорой в Москву и даже не остановится. Не нужна ему забытая станция, погребенная в Буране. Разве что занесет пути. Первые электрические фонари в сорока верстах в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф, есть магазины. В то время, как воет и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник. Качаются пальмы. Мигает тропический остров. Мы же одни. Тьма египетская. Заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору. Выражается он торжественно, но очень метко. Именно египетская. Прошу еще по рюмке. Пригласил я. Ах, не осуждайте. Ведь врач, фельдшер, две акушерки. Ведь мы тоже люди. Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем. Мы погребены в снегу. Неужели же нам нельзя выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача? За ваше здоровье, доктор. Прочувственно сказал Демьян Лукич. Желаю вам привыкнуть у нас. Сказала Анна Николаевна и чокаясь поправила парадное свое платье с разводами. Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула. Сейчас же присела на корточке и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам. В груди тепли от водки. Я решительно не постигаю. Заговорил я возбужденный, глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой. Что эта баба сделала с Беладонной? Ведь это же кошмар! Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушера. Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной. Затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво. Спасибо вам, гражданин доктор Закапль. Уж так помогли. Так помогли. Пожалуйте еще баночку. Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку и в глазах у меня позеленел. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича, Тинг Беладон и так далее. 16 декабря 1917 года. Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию Беладонны. А сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить. Ты... ты... все приняла вчера? Спросил я диким голосом. Все, батюшка милый, все. Пела бабочка сдобным голосом. Дай вам бог здоровья за эти капли. Пол баночки, как приехала, а пол баночки, как спать ложиться, как рукой сняла. Я прислонился к акушерскому креслу. Я тебе по сколько капель говорил? За душевным голосом заговорил я. Я тебе по пять капель. Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж... ей богу, приняла. Говорила баба. Думая, что я не доверяю ей. Будто она лечилась моей беладонной. Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые. Совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления беладонной у бабы не замечалось. Это... этого не может быть. Заговорил я и завопил. Демьян Лукич! Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора. Полюбуйтесь, Демьян Лукич. Что эта красавица сделала? Я ничего не понимаю. Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась. Демьян Лукич завладел флаконом. Понюхал его, повертел в руках и строго молвил. Ты, милая, врешь. Ты лекарства не принимала. Ей бы... Начала баба. Бабочка, ты нам очков не втирай. Сурово. Искривив рот, говорил Демьян Лукич. Мы все досконально понимаем. Сознавайся. Кого лечила этими каплями? Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась. Вот чтоб мне... Брось, брось, бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне. Они, доктор, ведь так делают. Съездит такая артистка в больницу. Выпишут ей лекарства. А она приедет в деревню и всех баб угостит. Что вы, гражданин Фершев? Брось, отрезал фельдшер. Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно. Раскапала весь флакончик по всем дворам. Продолжал он мне. Еще этих капелек дайте. Умильно попросила баба. Ну нет, бабочка. Ответил я и вытер пот с олба. Этими каплями больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал. Прямо-таки. Ну, рукой сняло. Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу. Тоже очень хорошие. И я выписал бабочки валерьянки. И она, разочарованная, уехала. Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения. Когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма. Это что, говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле. Это что? Мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма придется привыкать. Глушь! Ах, какая глушь! Как эхо отозвалась Анна Николаевна. Метель загудела где-то в дымоходах. Прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши. Про вашего предшественника, Леопольда Леопольдовича, изволите слушать? Заговорил фельдшер и деликатно угостил папироской Анну Николаевну, закурив сам. Замечательный доктор был. Восторженно молвила Пелагея Ивановна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах. Да, личность выдающаяся, подтвердил фельдшер. Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Леопольдовичу? Пожалуйста. Они его вместо Леопольдович Леопольдовича Леопольдовича звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Ну-то-с, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит Леопольдович Леопольдович, заложила мне грудь, ну не продохнуть. И кроме того, как будто в глотке царапает. Ларингит, машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам. Совершенно верно. Ну, говорит Леопонтий, я тебе дам средства. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчичники. Один налепишь на спину между крыл, другой на грудь. Подержишь десять минут, сымишь. Марш, действуй. Забрал тот горчичники и уехал. Через два дня появляется на приеме. В чем дело, спрашивает Липонтий, а косой ему. Да что ж, говорит Липонтий Липонтич, не помогают ваши горчичники ничего? Врешь, отвечает Липонтий, не могут французские горчичники не помочь. Ты их, наверное, не ставил? Как же, говорит, не ставил. И сейчас стоит. И при этом поворачивается спиной. А у него горчичник на тулупе налеплен. Ярость хохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену. Воля ваша, это анекдот, сказал я. Не может быть. Анекдот, анекдот, в перебой воскликнули акушерки. Нет, ожесточенно воскликнул фельдшер. У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит. У нас тут такие вещи. А сахар? Воскликнула Анна Николаевна. Расскажите про сахар, Пелагея Ивановна. Пелагея Ивановна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись. Приезжаю я в то же Дульцево, к Роженице. Это Дульцево, знаменитое место. Не удержался фельдшер и добавил. Виноват. Продолжайте, коллега. Ну, понятное дело и следую. Продолжала коллега Пелагея Ивановна. Чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное. То рассыпчатое, то кусочки. Оказывается, сахар рафинад. Вот и анекдот. Торжественно заметил Демьян Лукич. Позвольте. Ничего не понимаю. Бабка, отозвалась Пелагея Ивановна. Знахарка научила. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на Божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали. Ужас, сказал я. Волосы дают жевать роженицам, сказала Анна Николаевна. Зачем? Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь род полон щетины. Примета есть такая. Будто роды легче пойдут. Глаза у акушерок засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем. И я слушал, как зачарованный. О том, что когда приходится везти роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Ивановна свои сани всегда сзади пускает. Не передумали бы по дороге. Не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу. Так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти. И хорошо, что мать спас. Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время эту скловато светилась окон Суанна Николаевны. Потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер. И черная занавеса скрыла от меня и небо, и землю. Я расхаживал у себя по кабинету. И пол поскрипывал под ногами. И было тепло от голландки печки. И слышно было, как грызла где-то деловитая мышь. Ну нет, раздумывал я. Я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад. Скажи, пожалуйста. В мечтаниях рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком возник громадный университетский город. А в нем клиника. А в клинике громадный зал. Израстовый пол. Блестящие краны. Белые стерильные простыни. Ассистент со строконечной. Очень мудрый, сидеющий бородкой. Стук в такие моменты всегда волнует. Страшит. Я вздрогнул. Кто там Аксинья? Спросил я, свешивая из булюстрада внутренней лестницы. Квартира у врача была в двух этажах. Вверху кабинеты спальни. Внизу столовая. Еще одна комната неизвестного назначения. И кухня. В которой помещалась эта Аксинья, кухарка. И муж ее. Бессменный сторож больницы. Загремел тяжелый запор. Свет лампочки заходил и закачался внизу. Повеяло холодом. Потом Аксинья доложила. Да больной приехал. Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хотелось. А от мышиной грызни воспоминаний стало немного тоскливо. Одиноко. Притом больной, значит, не женщина. Значит, не самое страшное. Не роды. Ходит он? Ходит. Зевая ответила Аксинья. Ну, пусть идет в кабинет. Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный. Большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом. Стараясь, чтобы 24-летняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки из кулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере. В дверь втиснулась фигура. В бараньей шубе, в валенках, шапка находилась в руках у фигуры. Что же это вы, батюшка, так поздно? Солидно спросил я для очистки совести. Извините, гражданин доктор. Приятным мягким басом отозвалась фигура. Метель. Чистое горе. Ну, задержались. Что поделаешь? Уж простите, пожалуйста. Вежливый человек, с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя короткий срок, нетрудно угадать постное масло. В чем дело? Снимайте шубу. Откуда вы? Шуба легла горой на стул. Лихорадка замучила, ответил больной и скоробно глянул. Лихорадка? Ага. Вы из Дульцева? Так точно. Мельник. Ну, как же она вас мучает? Расскажите. Каждый день, как в 12 часов, голова начинает болеть. Потом жар как пойдет, часа два потреплят и отпустит. Готов диагноз? Победно звякнуло у меня в голове. А остальные часы чего? А в остальные часы ничего? Ноги слабы. Ага. Расстегнитесь. Хм. Так. К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней шутки с белодонной, на Мельнике отдыхал мой университетский класс. Речь Мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, к медицине. Вот что, голубчик, говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди. У вас малярия, перемежающаяся лихорадка. У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую ложиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас лечить порошками. А если не поможет, мы вам впрыскивание сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь. Покорнейше вас благодарю. Очень вежливо ответил Мельник. Наслышан об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете. И на впрыскивание согласен. Лишь бы поправиться. Нет, это поистине светлый луч во тьме. Подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное. Будто не посторонний Мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу. На одном бланке я написал. Мельнику Худову. По одному порошку в полночь. И поставил лихую подпись. А на другом бланке. Пелагея Ивановна. Примите во вторую палату Мельника. У него малярия. Хинин. По одному порошку. Как полагается. Часа за четыре до припадка. Значит, в полночь. Вот вам исключение. Интеллигентный Мельник. Уже лёжа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксине ответную записку. Дорогой доктор. Всё исполнило. И заснул. И проснулся. Что ты? Что? Что, Аксинья? Забормотал я. Аксинья стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по тёмному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала её заспанное и встревоженное лицо. Мария сейчас прибежала. Пелагея Ивановна велела, чтоб вас сейчас же позвать. Что такое? Мельник говорит. Во второй палате помирает. Что? Помирает? Как это так помирает? Босые ноги мои мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть. Что такое? Да неужели же не малярия? Что же с ним такое? Пульс прекрасный. Не позже, чем через пять минут, я в надетых на изданку носках, в незастёгнутом пиджаке, взъерошенной, в валенках, проскочил через двор, ещё совершенно тёмный, и вбежал во вторую палату. На раскрытой постели, рядом со скомканной простынёй, в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались чёрными и огромными. Он покачивался, как пьяный, с ужасом осматривался, тяжело дышал. Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его тёмно-багровое лицо. Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая, метнулась навстречу мне. «Доктор!» – воскликнула она хрепловатым голосом. «Клянусь вам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули. Интеллигентный...» «В чём дело?» Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила. «Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу!» «С полночь!» Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонт. Пахло комфарным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкости. Мельник лежал истощённый, побледневший, до подбородка укрытый белой простынёй. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно. «Ну, как?» Спросил я. «Тьма египетская в глазах!» «Ох!» Слабым басом отозвался мельник. «У меня тоже!» Раздражённо ответил я. «Ать!» Отозвался мельник. «Слышал он ещё плохо!» «Объясни мне только одно, дядя! Зачем ты это сделал?» В ухо погромче крикнул я. И мрачный, и неприязненный бас отозвался. «Да думаю, что валандаться с вами по одному порошку?» Сразу принял и делу конец. «Это чудовищно!» Воскликнул я. «Анекдотс!» Как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер. «Ну нет!» «Я буду бороться!» «Я буду!» «Я!» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленой тьма египетская. И в ней будто бы я, не то с мечом, не то со стетоскопом, иду, борюсь, в глуши, но не один. А идет моя рать, Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванова. Все в белых халатах, и все вперед, вперед. Сон. Хорошая штука. Исп começar с 해� conheковой. Хорошая штука-штуки. Хорошая штука. Сон. Испansen Явдяя Иванова. ТО. Хорошая штука. Ты качество пеж vicious природу.